На прошлой неделе мы показали самые яркие моменты с конкурса «Мини-Мисс Запорожья», который при полном аншлаге прошел 8 января в ресторанном комплексе «Наире». В этот раз жюри было непросто из 13 девочек выбрать трех победительниц в разных возрастных категориях, которым предстоит представлять наш город на конкурсе «Мини-Мисс Украина». В жюри, как всегда, были авторитетные специалисты и известные личности. Вокал оценивал солист группы «Спидвей» Юрий Юрченко. Реографию. Участницы шоу «Танцуют все», входящие в топ-100 лучших танцоров Украины, директор танцевального центра «Вэйкап» Анжела Жужа. Костюмы и их презентацию владелица салона «Пани Лиза» Марина Гуриновича Лещенко и хозяйка магазина у Татьяны Татьяна Питюкина. Дефиле оценивала модель имидж-центра Юлия Макагон, проходившая недавно стажировку в одном из лучших корейских агентств в Сеуле. Фотограф Анатолий Бородавко оценил работу конкурсанток во время фотосессии. И, конечно же, основная ответственность за подсчет баллов и выбор победительниц возлагалась на председателя жюри организатора конкурса Альберта Целищева. Несмотря на то, что главных победительниц было три, никто из конкурсанток не остался без титула, короны и подарков. Все участницы получили поощрительные подарки и дипломы от салона свадебной вечерней моды «Пани Лиза». Также специальными титулами и подарками от магазина у Татьяны были отмечены Настя Касьян, Настя Тюлюпа и Ева Лубинец. Юлия Макагон, в прошлом воспитаннице детской группы имидж-центра, а сейчас модель, успешно работающая в зарубежных агентствах, учредила свой приз и вручила его Олесе Кравченко. Знаете, три года назад я также стояла на этом подиуме, я тоже выступала и была одной из участниц. Это были восхитительные, просто потрясающие чувства. И сейчас я прекрасно понимаю всех этих конкурсантов, я понимаю их переживания. И знаете, это настолько приятно видеть их радостные, улыбающиеся лица. А главные титулы в разных возрастных группах распределились таким образом. Юной фотомоделью стала Анастасия Касьян. Вторая вице-мини-мисс в старшей группе – Зоя Горбань. Первая вице-мини-мисс – Анастасия Лабунько. Победительницей в старшей группе обладательницы титула мини-мисс «Запорожье» стала Дарина Быкова. В средней группе обладательницы титула «Юная фотомодель» стала София Жирова. Вторая вице-мини-мисс в средней группе – Анастасия Стива. Первая вице-мини-мисс «Запорожье» – Гармаш Вероника. Победительницей в средней группе обладательницы титула мини-мисс «Запорожье» стала Злата Наумова. Титул «Юная фотомодель» запорожья младшей группе получила Анна Сциба. Титул «Бест модел» получила Анастасия Цюлюпа. Вторая вице-мини-мисс «Запорожье» в младшей группе стала София Лошкарава. Первой вице-мини-мисс стала Ева Лубинец, которую просто не было видно из-за цветов и многочисленных подарков. Обладательницей главного титула мини-мисс «Запорожье» короны победительницы в младшей группе стала самая младшая участница конкурса Олеся Кравченко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня я пришла на замечательный праздник, мне все очень понравилось. Болела за участницу номер три, Дарину Быкову, которая в итоге выиграла. Я очень счастлива. Я помню свою первую победу, когда я выиграла, и у меня не было ни слов, ни каких-то мыслей в голове. Мне хотелось плакать, и это было счастье, которое не сравнить ни с чем. Я понимаю девочек, которые сегодня выиграли. Я им завидую, потому что сейчас я уже этого никогда больше не почувствую. И я очень рада, что сейчас в наше время, в нашем городе есть такой человек, такое агентство, которое все это создает. Счастье для детей и для взрослых. И сейчас это очень важно. Хочется надеяться, что и в этот раз наши юные модели достойно представят Запорожскую область на всеукраинском финале конкурса «Мини-Мисс Украина». Мы желаем им успеха и верим в удачу. А сейчас уже началась подготовка к конкурсу «Мини-Модель Запорожья», который запланирован на май месяц, и конкурса «Мини-Мисс Запорожья-2015», который состоится через год.